Здравствуйте! В эфире новости ТВ3+, в студии Евгений Соленков. В сегодняшнем выпуске вы увидите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Курском заливе и Балтийском море проходят масштабные международные учения по ликвидации загрязнений. Десять крупных кораблей из семи европейских стран отрабатывают навыки реагирования на экологические катастрофы. Организаторы подчеркивают, что основной угрозой для региона остаются старые танкеры, курсирующие из российских портов. Экзотические гигантские арбузы настолько впечатлили двух подруг из Паневизийского района, что они решили засадить ими весь огород. Соседки уже наслаждаются результатами. Собрали урожай разноцветных ягод, вес которых достигает нескольких килограммов. Однако, по их словам, это лето оказалось не самым удачным. И урожай получился гораздо меньше, чем они рассчитывали. До выборов в Сейм осталось чуть больше полутора месяцев. Но в политической кампании наблюдается почти полное затишье. Времена, когда улицы были украшены плакатами с изображениями политиков, а почтовые ящики ломились от агитационных брошюр уже в прошлом. Люди отмечают, что совсем не чувствуют приближения выборов. И хотели бы услышать обещания политиков лично каждого. Политологи и эксперты по коммуникациям объясняют, что такое затишье выгодно крупным партиям, а более активные компании сдерживаются строгими правилами финансирования, установленными этими же партиями. В итоге литовские выборы сильно отличаются, например, от американских, где шоу и вовлеченность населения вызывают зависть. Коммерческие банки улучшают свои прогнозы. Экономика Литвы растет быстрее, чем ожидали эксперты. Поэтому в этом году рост валового внутреннего продукта может превзойти первоначальные ожидания и значительно превысить 2%. Правда, литовская промышленность таким цифрам радоваться не спешит. По словам представителей бизнеса, предприятия сейчас не могут работать на полную мощность. Крупнейшие коммерческие банки Литвы, Светбанк и СЭП, ранее прогнозировали, что рост ВВП страны в этом году не достигнет 2%. Однако теперь экономисты обоих банков улучшают свои прогнозы. По их мнению, литовская экономика держится лучше, чем ранее считали эксперты. Поэтому рост ВВП страны в этом году должен превысить 2%. Это в основном связано с положительными тенденциями, которые мы наблюдаем в первой половине этого года. Это и восстанавливающийся внутренний спрос, и потребление домохозяйств, а также, в отличие от многих стран еврозоны, значительно растущие объемы промышленного производства. Наша промышленность выглядит действительно неплохо. Есть значительное улучшение. Мы видим, что первая половина года была намного лучше, чем мы ожидали. Больше всего удивила промышленность. Промышленники продолжают говорить, что времена сложные, что тяжело. Но если посмотреть на первый и второй кварталы, промышленность была одним из основных факторов, из-за которого экономика росла больше, чем ожидалось. А вот в других Балтийских странах, Латвии и Эстонии тенденции противоположны. Эксперты хуже оценивают перспективы их экономического роста. Между тем, Литва медленно, но растет, даже когда экономика Германии буксует. Германия в этом году остается в стагнации. Ее экономика не растет. Германская промышленность упала до самого низкого уровня с 2012 года. Мы ожидаем, что только в следующем году экономика Германии может вырасти на 1%. И это должно положительно сказаться на литовских экспортерах. Экономисты подчеркивают, что Литва, несмотря на проблемы в самой Германии, продолжает успешно экспортировать свою продукцию в эту страну. Например, электронику или металлические изделия. У нас есть секторы, которые экспортируют в Германию. Например, немецкие инвестиции в зоне свободной торговли Каунаса. Это, в частности, металлообрабатывающая промышленность, которая работает с немцами. Такие компании продолжают расти. Их экспорт очень помогает всей экономике. Представители самой промышленности не слишком радуются. По их словам, основные проблемы никуда не делись. Надо признать, что возросшие затраты, подорожавшая энергия, повышенные денежные затраты не позволяют промышленным предприятиям работать на полную мощность. Как раньше, могут возникнуть нюансы, касающиеся устойчивого развития. Сегодня деньги, предназначенные для инвестиций, мы просто проедаем. Бизнес ожидает больших возможностей получения капитала, когда заимствования станут дешевле. Экономисты прогнозируют, что Европейский центральный банк в этом году дважды снизит базовые процентные ставки. Так что к концу этого года они могут быть снижены на полпроцента, чем сейчас. Бьет – не значит любит. За семь месяцев этого года полиция выдала 12 тысяч охранных ордеров, которые позволяют выселить насильника из дома. По словам Стражей Порядка, в большинстве случаев один или оба сожителя берутся за кулаки в состоянии алкогольного опьянения. От таких родителей или опекунов часто страдают и дети. Служба по защите прав ребенка сообщает, что с начала года получила уже 30 тысяч сообщений о возможных угрозах для детей. В первой половине этого года служба по защите прав ребенка получила 30 тысяч сообщений о возможной угрозе детям. Это примерно на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них подтвердилось 70% или 21 тысяча случаев. Люди звонят как из-за насилия над детьми, так и из-за неподходящих условий для их воспитания. Одно из крупнейших изменений – открытие телефонной линии по защите прав ребенка. Люди звонят, спрашивают, и мы видим, что количество звонков не просто удвоилось, а выросло еще больше. Львиная доля – 60% всех подтвержденных сообщений о нарушениях прав ребенка не связаны с насилием. Это случаи недостаточной заботы о здоровье, плохих условиях для учебы. Бывают и ситуации, когда разводящиеся родители не могут поделить ребенка, и он не видится с одним из родителей. Однако, по словам Скоденя, самая серьезная проблема – физическое и психологическое насилие на детьме. Таких случаев зафиксировано 2000, примерно столько же, как и в прошлом и позапрошлых годах. «Самые жестокие – это физические наказания, сознательные, применяемые к детям, когда требуется даже помощь медиков. И, конечно, сексуальное насилие». Сексуальное насилие – одно из самых травмирующих. Зачастую маленькие дети долгое время, пока не повзрослеют, даже не понимают, что они стали жертвой растления. «Дети, когда становятся старше, смотрят фильмы, разговаривают с друзьями, видят фотографии и осознают, что с ними происходило. Такие случаи самые болезненные. Хочу подчеркнуть, что процесс восстановления после сексуального насилия особенно трудный и травмирующий». По словам службы, во многих случаях, особенно когда речь идёт о возможном насилии над детьми, виновны пьющие родители. Полиция подсчитала, что за семь месяцев этого года уже выдала 12 тысяч охранных ордеров. Иными словами, из-за насилия или такого риска полицейские на две недели выселили из дома 12 тысяч жителей Литвы. «Начато более 4 тысяч досудебных расследований». Цифры, по словам представителя полиции, похожи на прошлогодние. «Большинство этих случаев связаны с алкогольным опьянением – от 2 до 4 промилле. Люди напиваются и применяют насилие друг против друга. Это чаще всего происходит в выходные или праздничные дни». Вот только даже после выселения агрессивных сожителей из дома и те, кто обратился за помощью и сами выселены, часто нарушают требования ордера. «40% лиц нарушают требования ордера. Из более чем 12 тысяч ордеров примерно 5000 человек нарушили требования, налаживали контакт или вернулись домой раньше, чем через 15 дней». Центр информации для женщин – учреждение, куда обращаются пострадавшие от насилия после конфликтных ситуаций. По словам работающих там психологов, мужчины, которые поднимают руку на женщин, после выдачи ордера начинают всячески манипулировать. Женщины, несмотря на пережитый ужас, из жалости принимают обратно сожителей или мужей. «Здесь можно широко говорить и о угрозах, и о манипуляциях, и о фазе медового месяца, когда они раскаиваются, обещают измениться и больше не применять насилие». Центр, работающий в Вильнюсском регионе, ежемесячно получает около 600 обращений от женщин, пострадавших от насилия. «Утром в центре Вильнюса, на проспекте Гедеминуса, возле здания правительства, произошла кража в магазине электроники. В витрине, где недавно выставлялись новые телефоны и техника Apple, зияло выбитое окно, а у входа были разбросаны осколки стекла. Вор пробрался в салон мобильных телефонов и сервисный центр, расположенный напротив торгового центра Г9. На рассвете камеры зафиксировали, как велосипедист проник в магазин. Он был один, но его лицо скрывал шлем. Вор украл шесть работающих телефонов, два ноутбука и планшет общей стоимостью около 10 тысяч евро. В социальных сетях и на сайтах объявлений продавцы массово предлагают купить мухоморы. В наличии все – от сушеных шляпок до порошков, пищевых добавок или даже специальных препаратов. Продавцы утверждают, что они не только чудесным образом улучшают настроение, но и способны излечить от алкоголизма или мигрени. Однако врачи предупреждают, что эксперименты с этими ядовитыми грибами могут закончиться реанимацией. Улучшает настроение, лечит мигрень, бессонницу или даже помогает при зависимости от алкоголя и никотина. Такие громкие заявления распространяются в социальных сетях и на сайтах объявлений, рекламирующих ядовитые мухоморы. За 100 граммов сушеных грибов продавцы просят от 25 евро, а за килограмм порошка – от 180. Журналисты ТВ3 связались с продавцами мухоморов и спросили, как избавиться от мигрени. Первое предложение – купить прошлогодние сушеные мухоморы. Они, как обещает продавец из ЖМТ, за месяц излечат от болезни. Токсикологи рассказывают истории пациентов, которые отравились мухоморами. Специалисты говорят, что употребление этих грибов может нарушить работу рецепторов мозга. Изменить пространственное и временное восприятие, вызвать судороги или обморок. Люди становятся неадекватными. У некоторых начинаются галлюцинации. Они видят всякие нелепости. Никогда не бывает положительного эффекта. Галлюцинации всегда негативные. Поэтому они попадают к нам. Кроме того, у людей с проблемами сердца может возникнуть аритмия или даже остановка сердца. Люди используют их в микродозах. Понемногу, по-разному. Официально продают как декорации. Но люди используют так, как им нужно. По словам врачей, такие эксперименты с ядовитыми грибами часто заканчиваются в приёмном отделении больницы или даже в реанимации. Первые симптомы – тошнота, рвота и диарея. Часто пациенты попадают к врачам в состоянии опьянения, дезориентации или агрессии. Эти грибы становятся альтернативой наркотикам. Есть высокая вероятность смертельного исхода или серьёзных отравлений, которые могут привести к повреждению внутренних органов и обезвоживанию. По словам микологов, мухоморы не только ядовиты, но и накапливают токсины. Если они растут возле дороги, то впитывают тяжёлые металлы, такие как хром и ртусь. Независимо от того, много их или мало, пробовать не стоит. Мы все разные. Кому-то могут и не навредить, а кому-то может стать плохо. Это поиски проблем. Чиновники отмечают, что торговля мухоморами в качестве лекарства, пищевого продукта или добавки в Литве незаконна. Этот гриб не относится к безопасным продуктам и не может использоваться как заменитель препаратов. «Если в ходе контроля мы фиксируем, что продавец торгует небезопасными продуктами питания, и мы знаем, что они ядовиты для людей, такая торговля запрещается». Самым опасным грибом, растущим в Литве, считается бледная поганка. По словам врачей, на её счету 90% смертей от ядовитых грибов. В Курском заливе и в море проходят крупнейшие международные учения по ликвидации загрязнений в Балтийском море. Десять огромных кораблей из семи европейских стран оттачивают реакцию на экологические катастрофы. Организаторы говорят, что самый большой риск для региона представляют устаревшие танкеры, курсирующие из российских портов. Один за другим в акваторию Клайпетского порта входят огромные корабли. Начинаются крупнейшие в Балтийском море и первые в Клайпеде международные учения по ликвидации загрязнений. В них участвуют 10 кораблей из семи стран. «Ни одна страна не способна содержать такие силы, поэтому организуются подобные учения. Мы подписали конвенцию по охране окружающей среды Балтийского моря или Хельсинскую конвенцию. Если возникнет необходимость, на её основе мы организуем такие учения». «Учения проходят как в Куршском заливе, так и в Балтийском море. По сценарию в обоих местах происходят экологические катастрофы». «Танкер врезается в Южный мол. Из него выливается около 5000 тонн нефтепродуктов. Имитируются очень плохие погодные условия. Сбор загрязнений своими силами невозможен, поэтому Литва обращается к странам-участницам Хельсинской конвенции за помощью своему флоту». «Во время учения в Клайпецком порту может быть ограничено судоходство». «Во определенные моменты мы будем его приостанавливать. Мы постараемся сделать так, чтобы прибывающие линейные корабли и паромы могли пройти без задержек». «В учениях участвует и Морской музей Литвы. Одна из задач – спасение пострадавших от загрязнений животных». «Морской музей способен оказать помощь пострадавшим от загрязнения, птицам и млекопитающим. Так что музей будет выполнять весь этот сценарий учений». «Учения проводятся по нескольким причинам. Одна из них – настоящие экологические катастрофы в Балтийском море – не редкость». «Одна из крупнейших аварий в зоне нашей ответственности произошла после разрыва шланга на нефтяной платформе в Бутинге. Меньшие локальные загрязнения происходят почти каждый месяц». «Кроме того, Балтийское море – это еще и путь из российских портов. По словам литовских специалистов, это дополнительный риск для экологии. А эти суда – настоящие экологические бомбы замедленного действия». «Эти суда не очень безопасны для плавания. Они однокорпусные. Есть определенный риск, что при их небезопасной эксплуатации может произойти утечка загрязняющих веществ». «Учения Баликс-Дельта в Клайпецком порту будут проходить до четверга. В день их завершения суда, пришвартованные на терминале круизных лайнеров, будут открыты для посещения публики». «Экзотические гигантские ягоды так впечатлили двух подруг из Паневежисского района, что они решили засадить весь огород арбузами. Соседки уже радуются совместным результатом. Ягоды от нескольких килограмм до десятков. Все они разноцветные и огромные. Правда, энтузиастки утверждают, что это лето было не слишком благоприятным. Урожай оказался значительно меньше, чем они ожидали». «Около 4-5 килограмм. Такой инстаграммный арбуз». И подруги тут же на месте проверяют и убеждаются, что арбуз не только красивый, но и вкусный. «Как будто при вкус тыквы что-то от кабачка, а вот белый – настоящий мед. Очень сладкий». На грядках растет более 20 сортов арбузов. Вот они, большие, желтые и большие, светло или насыщенно-зеленого цвета. «Мы были очень удивлены, когда разрезали зеленый арбуз, а его внутренность оказалась белой. Но он был полностью спелым. Это просто такой сорт». Подруги на вкус проверяют еще одного гиганта. «О! Как пахнет! По семечкам видно, что спелый. Очень хороший. По вкусу и сочности, конечно, выигрывают те, что выращены в Литве под солнышком». Соседки, выращивающие арбузы неподалеку от Паневежиса, утверждают, что урожай этого года из-за неблагоприятной погоды значительно скромнее, чем они ожидали. «Температура ночей в июне держалась на уровне 6 градусов тепла. В июле – 12 градусов. Для арбузов это настоящий стресс». «Мы надеялись на три арбуза с одного саженца, но получилось в среднем 1-2, так что фактически урожай вдвое меньше, чем ожидалось». «Кроме того, арбузы атакуют болезни. Вот и этот, украшенный красивыми узорами, арбуз на самом деле поражен вирусом». «В этом году так не только с арбузами, но и с помидорами, фасолью и много еще чем». «Но подруги утверждают, что того, что удалось вырастить, достаточно не только для их семей. Поэтому соседки решили поделиться своим урожаем с покупателями. Впервые они организовали своеобразную ярмарку прямо с огорода в деревне». «Делимся тем, что едим и что вырастили. И автоматически получаем сообщения, что и другие хотят. Спрашивают, продаем ли». «Женщины радуются, что в этом году их самый большой арбуз весил 11,5 килограммов». «Но мы в поле видели еще одного гиганта. Надеемся, что он достигнет примерно 12 килограммов. Очень хотелось 15. Мне это число казалось очень красивым. Один из наших сортов потенциально мог вырасти до 40 килограмм. Только представьте, 15 еле поднимешь, но 40 только на тачке везти». «А Доната по опыту знает, что и такие гиганты могут вырасти в Литве. И вспоминает свой урожай пятилетней давности». «Это было что-то невероятное. От 32 саженцев выросло сотня арбузов». «И, говорят любительницы эрзотической ягоды, вырастить собственный арбуз может любой житель нашей страны, у которого есть хотя бы маленький клочок земли». «Ну и, конечно, по традиции о погоде, которая продолжает радовать. Здравствуйте, Наглис». «Здравствуйте, Евгения. Дамы и господа, добрый вечер». «Ну, расскажите, как так получается, что лето по календарю уходит, а погода нет? И как долго еще будем наслаждаться солнцем?» «Это, скорее всего, связано с тем, что вообще климат, температура общая повышается. И таких окончаний лета будет все больше и больше, все чаще и чаще. Так что есть чем порадоваться. Климат меняется для нас в лучшую сторону». «Ну и вот как это выглядело сегодня. Вот Вильнюс солнечный, красивый, такой теплый. Чего тут добавить? Смотрим Жемейтия, как выглядело тоже. Солнечная, красивая погода. Облака хорошей погоды, они, кстати, так и называются. Облака хорошей погоды. Ну и все. И дальше побережье. Там вообще ясное небо и спокойное Балтийское море. Все прекрасно. Смотрим, как будет дальше. А дальше оказывается, что вот над большей частью Европы такая вот красивая погода. Облака отошли от Литвы подальше. Здесь будет уже, сегодня была вот область повышенного давления и ясное, красивое солнечное небо. Это ясное небо связано с областью повышенного давления, которое нам будет завтра приносить воздух уже из глубины континента. Но этот воздух будет теплее. А ночь, все облака, которые мы видели вот за моей спиной, ночью они вечером уже рассеются. И ночь будет звездной, а день будет солнечный. Из ясного неба дождя ждать, ну, как-то неудобно. Температура. Ночь еще такая свежая. Минимальная температура под утро 10-12 градусов. Только вот Курская коса там 14-16. А завтра днем красивые 24-26. Может быть, где-нибудь уже и 27 будет. Дальше лучше. Четверг, пятница. Тоже красивая солнечная погода. По ночам звездная, днем солнечная. Сухая, дождя не капли. И температура все выше и выше. По ночам 13-15 и 17-19. Я напоминаю, что 20 градусов это тот предел, за которым начинаются уже тропические ночи. Так называемые. Значит, это уже где-то рядом. Это действительно теплая ночь для Литвы. И днем 28-30 и 29-31. Правда, выходные будут отдохнем от жиры. Но потом опять она вернется. Так что, обобщая, можно сказать, что лето было, лето есть, лето будет. Да, еще обобщая, можно сказать, что все как всегда. В будние дни, значит, жара, а по выходным вот вам дождик. Нет, скорее всего, дождя не будет. Просто будет не такая теплая погода. Просто вот... А чтобы... Когда будем выпекать что-нибудь во дворе, чтобы солнечный удар или тепловой не хватил, а вот просто так вот, красивенько. Как вы там говорили, озерно-шашлычные. Шашлычная погода. Да, отличная погода. Спасибо, Наглис. Друзья, на сегодня все. Это были новости ТВ3+. Спасибо, что смотрите нас. Доброго вечера и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова